А так, да? Понять принципы работы, управления и так далее, самое то, что сейчас его посадим, примерно с удовольствием. Дети с интересом слушают наставников, все их внимание приковано к летательным аппаратам. Современных школьников этой техникой уже вряд ли можно удивить, но мало кто из них знает, как именно устроены квадрокоптеры. В ближайшие две недели познакомиться с принципами работы этих дронов смогут все ученики. Ведь именно со средней школы поселка Фоминская начал свою работу первый в области мобильный кванториум. Его в Тутаевском районе ждали уже давно. На открытие приехало много гостей. Для нас это большой праздник, потому что сейчас очень развиваются и востребованы направления именно технической специальности. Мы это понимаем, родители это понимают, слава богу, дети это тоже понимают. Это очень востребовано, поэтому мы в Тутаеве активно развиваем робототехнику. Чтобы еще сильнее заинтересовать ребят, в Фоминскую школу привезли проекты, которые уже реализовались в Фрибинском кванториуме. Например, вот этот робот – плод совместной работы пятиклассницы Анны Ивановой и ее преподавателя. Устройство ультрафиолетом способно вычертить любое слово. Возможность создать что-то подобное теперь есть и у этих детей. Для этого мобильный кванториум закупил специальные наборы, с помощью которых можно самостоятельно создавать любые проекты и изучать электронику. Можно создавать свои какие-то конструкции, я думаю, что детям будет это интересно. После сборки конструктора они учатся программировать. Не обошел мобильный кванториум и VR-технологии. Примерить очки дополненной реальности ученики смогли уже сегодня. То есть ты линзы, там же установлены линзы, ты вращаешь колесиком и чтобы регулируешь. Помимо лабораторий в специальном космическом фургончике располагается хай-тек-цех. Возможность увидеть, что внутри, будет у каждого. Это одни из самых важных устройств мобильного кванториума, 3D-принтеры. Их закупили в размере 8 штук, каждый из которых стоит в районе 200 тысяч рублей. Именно с помощью вот этих приборов школьники смогут печатать детали для своих будущих уникальных проектов. Это могут быть как бытовые приборы, так и детали для полноценной роботизированной техники. Когда дети подойдут к своим изобретениям, когда они смогут создавать свой прототип, они здесь могут освоить лазерные технологии, 3D-технологии и именно создавать элементы прототипов, чтобы потом их собирать воедино. Общая стоимость мобильного кванториума порядка 27 миллионов рублей. 17 из них – это деньги из федерального бюджета. Технопарк создан в рамках региональной программы «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Ярославская область участвовала в конкурсном отборе субъектов. И по результатам этого конкурсного отбора мы получили возможность привлечь федеральные средства для приобретения данного кванториума, для оснащения его всем необходимым для нашей образовательной деятельности. Одним из главных направлений деятельности как стационарного кванториума, так и мобильных – это решение тех задач, которые предлагает конкретно сегодня производство. Мобильный кванториум задержится в поселке Фоминское на две недели, после чего отправится в следующий пункт назначения. Всего их шесть. По окончанию маршрута специалисты продолжат сопровождать детские проекты дистанционно. Никита Белохвостов, Сергей Мазилов. День в событиях.